Полку тех, кто пытается вернуть теневые миллиарды в Казахстан, прибыло. Как вы помните, после январских событий власть активно взялась за возврат вывезенного капитала. Теперь к этому делу присоединилась и оппозиция во главе с Булатом Абиловым. Краткий экскурс. Те, кто отчетливо помнит начало двухтысячных, помнят и Абилова. В те годы он был достаточно яркой фигурой в политике и уходил из нее с большим скандалом. Ушел, кстати, надолго, но после января решил вернуться и сразу взяться за гуш. Для этого политик поехал в Лондон, встретился с небезызвестной Маргарет Ходж. В феврале этого года британский парламентарий призывала ввести санкции в отношении громких казахстанских фамилий. В черном списке Ходж фигурируют и родственники первого президента. Сабина Тургаева пыталась понять, а что последует за этой встречей. Быть ли результату или же все это так, чтобы позлить оппонентов? Один из крупнейших бизнесменов 90-х, известный как Бути, а бывший премьер-министр Акижан Кожигельдин, который покинул страну больше 20 лет назад, в Лондоне встречались не просто чай попить. По словам самого Абилова, в их планах помочь вернуть в страну незаконно выведенные активы. Напомню, бизнесмен и бывший депутат является ныне соучредителем специального фонда для возврата преступных денег. Мы встречались здесь с различными организациями, которые занимаются этой темой возврата активов. У них есть опыт возврата активов, выведенных миллиардов долларов в различных странах мира. В Азии, в Европе, в Америке, в Африке. То есть это серьезные и солидные организации, у которых есть эксперты, люди, опыт, база данных. В Лондоне казахстанцы даже поговорили с Маргарет Ходж, британским депутатом, которая в начале этого года публично призывала ввести санкции в отношении видных казахстанских бизнесменов и политиков. На встрече с ней, рассказывает Абилов, выяснилось, что в европейских правительственных кругах тоже обсуждают коррупционное прошлое казахстанских чиновников и огромные средства, которые те вывели из страны. Маргарет Ходж одна из тех, кто выступала в начале года и четко артикулировала, что в Казахстане корруппированная верхушка бывшая, которая приватизировала фактически все основные активы Казахстана, десятки лет разворовывала страну, и она привлекла внимание английского правительства, парламента и других международных организаций. Им эта тема близка, они в ней, у них большой массив материала, и мы договорились сотрудничать. Многие казахстанские политики и эксперты к информации о британском Трипе Абилово отнеслись скептически. Мол, когда тут весь госаппарат пыхтит над тем, чтобы восстановить справедливость, что могут сделать бывшие политики, которые сейчас никакой власти не имеют. Однако политолог Талгат Калиев считает, что в деле восстановления справедливости полезны любые инициативы. Хотя бы для того, чтобы доказать западным демократам, что правительство Казахстана пытается вернуть то, что принадлежит стране по праву. Большинство этих денег были вывезены формально законно. То есть какие-то законы специально под это дело подгонялись, допустим, если приватизация происходила. И вот здесь как раз-таки усилия гражданского сектора и политических партий, они будут полезны для нашей правоохранительной системы. Это доказывает, что эти деньги действительно незаконны. Что это не правительство Казахстана вдруг решило отомстить прежним элитам, устроить передел собственности. Нет, это и аппетитационные круги так считают, и гражданский сектор так считает. К тому же не стоит забывать, что кто бы не выводил серый капитал за рубеж, а речь идет о сотнях миллиардов долларов, вряд ли захотят расставаться с ними без боя. В их силах нанять самых громких лоббистов и сильнейших юристов. Ну а в наших получается объединиться вокруг общей цели – вернуть награбленное. Сабина Тургаева, Ануар Абдрахманов, Мирбек Беспаев, Студия 7. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал Студия 7. Там вы найдете эксклюзивное интервью, массу аналитических материалов. Таких не делают нигде на нашем казахстанском ТВ. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их все читаем. С нами все станет понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова